добрый день дорогие друзья мы продолжаем наше изучение торы недельная глава бегар и здесь говорится о земле земле Израиля Всевышний говорит что вы разрешаете выкуп земли продавайте все это разрешено но Всевышний говорит что она не ваша да я распределил между коленами Израиля каждый имеет свой участок земли продать его полностью не можете вы можете его сдать в аренду фактически это аренда земли максимально можете сдать до юбилейного года естественно что все мы должны учить тору и знать законы Всевышний этого от нас требует без этого нельзя и если мы все учим тору мы знаем что существует вот шмиты юбилейный год существует подсчеты как продается земля если ты продаешь землю ты в договоре указываешь что я продаю допустим там 30 жатв вот 30 жатв продаю он за 30 лет должен уплатить за 30 лет аренду деньги чека дал договор составили все но бывает и по другому Всевышний говорит не обманывайте друг друга потому что придет человек не сведущий в торе такие люди тоже есть и их много как и сейчас и раньше так было человек составил договор все четко пошел к нотариусу заверил купля продажа составили договор ушел через прошли какие-то годы человек пришел говорит все договор закончился земля опять вернулась ко мне как что не моя купил у меня вот документ да пойдемте в суд пошли в суд да юбилейный год получается чек обманут и Всевышний говорит что вы должны к этому относиться с полной серьезностью и не обманывать друг друга потому что вы будете сильно страдать мы так не соблюдали 70 лет шмиты и юбилейных лет и поэтому мы нарвались на очень страшное страдание нас выгнали с нашей земли в Вавилон пришел на воходне царств военачальником на Лазараданом уничтожили храм сожгли в общем потопили страну в крови и нас выгнали в Вавилон 70 лет мы были в Вавилоне и натерпелись потом Всевышний понял что мы уже отстрадали свое вернул нас назад и он нам говорит у вас два варианта живите хорошо я вам даю шикарную землю если вы будете честно соблюдать законы шмиты юбилейного года купли-продажи то у вас будет прекрасная жизнь вы будете получать прекрасные плоды вы не будете работать с утра до ночи как вы делаете не соблюдая год шмиты обрабатывать все годы вы будете жизнь просто наслаждаться если вы будете хорошо себя вести получаете урожаи и все и будете спать спокойно и никакие враги на вас не нападут вас полностью шикарная жизнь ожидает да но есть обратная сторона вы не слушаете меня живете своим умом который тоже Всевышний нам дал и мы можем подумать что мы с собой хоть что-то представляем что мы сами умные и чем заканчивается заканчивается страданиями если мы не живем но то что нам Всевышний предложил без обмана живите и радуйтесь он говорит только живите и радуйтесь наслаждайтесь жизнью у вас есть субботы у вас есть субботние годы вот субботний год вы посвящайте в изучении Торы чисто духовный год не надо ни сеять обрезать виноградники ничего это делать не нужно говорите Вы же что это моя забота если вы этот год один соблюдаете то у вас урожай будет все остальные 6 лет шикарный если нет урожай у вас будет через год а год будете сеять пахать будет очень плохой урожай потом будет хороший плохой хороший то вы же потеряете вы потеряете 4 года а так один год который казалось бы вы теряете урожай так я вам дам урожай на 3 года и вы будете есть из этого урожая до четвертого года в четвертый год уже у вас созреет урожай который вы засадили в восьмой год казалось бы то есть на шестой год хватает урожая на седьмой и на восьмой и уже мы и девятый а если еще юбилейный год идет то на 4 года все вышли этот урожай и так и работает тот кто соблюдает в Израиле этот закон тот получает хороший урожай именно в этот шестой год вот так чего и нам всем желаем чтобы мы это все поняли и соблюдали все эти предписания Торы которые казалось бы может быть и не сбудутся вот допустим если мы не засеем что мы будем есть это у нас такое такое не работает у нас работает так как все вышли сказал и ничего по другому всем браха парнасакова нам мазал то что мы это время не грешили читали Тору учили всем желаю крепчайшего здоровья и пусть срочно закончится страшная война и молимся за весь наш список который у нас есть каждый день мы читаем всего самого наилучшего до следующих встреч надеюсь остается завтра в 15 часов шалом субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok до следующих встреч до следующих встреч